Особый случай. В один гимназический класс пришел инспектор. Ученики в это время занимались математикой. Прошу вас, спросите трех самых лучших учеников, сказал инспектор учителю. Я хочу проверить их познание в арифметике. К черной доске подошел один ученик. Он быстро решил свою задачу и сел за парту. Потом вышел второй ученик, решил задачу и сел за парту. Вышел третий. И немного смущаясь, встал у доски. Но когда он взял мел и приготовился начать решать задачу, инспектор обнаружил, что это вовсе не третий ученик, а тот же самый, что выходил к доске в первый раз. — Вы хотите обмануть меня? — закричал на него инспектор. — Вы уже однажды решали задачу. Почему вы вышли во второй раз? Ученик виноватый улыбнулся и сказал. — Извините, инспектор, товарищ инспектор, но сейчас я действительно выхожу вместо другого ученика. — Вместо другого? — вскипел инспектор. — Это безобразие, с которым я встречаюсь впервые. — Ученик смущенно опустил голову. Весь класс умолк, ожидая, что сейчас случится что-то плохое. — Вместо кого вы вышли к доске? — спросил опять инспектор, не на шутку раздневанный. — Вместо моего лучшего друга, который ушел на матч. — Тогда инспектор поднялся из-за стола и потребовал объяснений с учителя. — А вы, товарищ преподаватель, как вы допускаете это? — Вы знаете, что этот человек выходил уже один раз к доске и все-таки терпеливо наблюдали его попытку обмануть меня? — Учитель покраснел и смущенно начал оправдываться. — Извините, товарищ инспектор, но я не знаю еще всех учеников. Инспектор удивленно поднял брови и поднял на него глаза. — Как это возможно? — воскликнул он. — Учитель и не знает своих учеников. — Но я не преподаю в этом классе. — А тогда зачем же вы здесь? — Заменяю их преподавателя, который пошел на матч. По лицу инспектора пробежала едва заметная улыбка. Он покачал головой, помолчал и махнул рукой. — Ваше счастье, что и я заменяю своего коллегу Дрянкова, который тоже пошел на матч. Иначе бы я был бы много строже, и вы не отделались бы от меня так просто. Субтитры сделал DimaTorzok